А правда ли это, что политическая философия была придумана евреями, чтобы сделать вас геем? Ответ на этот вопрос – да, правда. Что такое политическая философия и зачем она вообще нужна? Это как операционная система для общества. Мы суммируем все, что нам известно о том, как работает мир и о том, как работают люди, и мы пытаемся построить на основе всего этого какую-то большую стратегию, план действий. Современная правая философия развивается стремительно, один год здесь как десять. Большая часть интересных идей рождается в англоязычном мире, даже не в западном, а именно в англоязычном. Почему? Вот нехитрая математика. Англосфера – это страны, которые когда-то были колонизированы населением Британских островов. В этих странах проживает, если верить Википедии, около 460 миллионов человек. Существенная часть этой цифры – это этнические меньшинства с низким человеческим капиталом. То есть чернокожие, латиносы, выходцы из Ближнего Востока и Южной Европы, австралийские аборигены. Если мы сделаем вид, что все эти этносы не считаются, таким образом, в англосфере, получается, проживает только около 350 миллионов человек. Цифра очень приблизительная, но сойдет. На практике эту цифру можно умножать в два или даже в три раза. Взгляните на карту распространения английского языка. В Европе, в зависимости от страны, от 20 до 80% населения владеет английским. В северо-западной части Европы, в Германии, странах скандинавского региона и в Нидерландах – очень высокий уровень английской грамотности. В некоторых странах она почти универсальна, особенно среди молодежи. Многие из этих людей принимают участие в интеллектуальных и культурных процессах англосферы, формально не являясь ее частью. Для сравнения, всего в мире существует около 132 миллионов русских. Из них 16,5 проживают за пределами территории РФ. Ой, а что это? Почему между этими двумя цифрами два холокост-разницы? Куда делась? Эй, Влад Пьютин, ты случайно не знаешь, что здесь произошло? Плюс между Россией и практически всеми, без исключения странами англоговорящего мира, существует разница в качестве человеческого капитала. Коэффициент интеллекта среди северо-западных европейцев чуть-чуть выше. А это означает, что даже при равных человеческих ресурсах англоговорящие страны все равно производили бы большее количество умных людей. Дальше еще хуже. Вы, может быть, заметили, что на свете существует не так уж и много правых интеллектуалов. В гоммунистах или неолибералах нехватки не наблюдается, но даже само словосочетание «правый интеллектуал» звучит неестественно. Настолько редкий этот зверь. В конечном итоге расклад вот такой. В англосфере можно найти пару другую значительных правых философов, и я имею в виду действительно сильных мирового уровня интеллектуалов, о которых годы спустя будут писать в учебниках. Помимо них, существует еще ряд очень талантливых активистов и писателей, которые придерживаются бескомпромиссно правых идей и обладают аудиторией размером в сотни тысяч человек. Таким образом, в англоговорящем мире всего существует, может быть, около шести семи качественных правых умов, которым есть что сказать. Мы познакомимся с некоторыми из них в этом видео. Шесть человек из группы стран с общим населением в 460 миллионов – это звучит смешно. Но для сравнения в России я знаю только одного правого интеллектуала серьезного калибра. Если честно, по сравнению с другими странами это тоже довольно хороший результат, учитывая, насколько нас превосходит по человеческому капиталу. Я не думаю, что получится найти хотя бы одного современного французского, немецкого, итальянского, испанского или польского правого интеллектуала, на которого стоило бы тратить время. Возможно, мы не самые бездарные, но, если честно, это слабое утешение, потому что, как я уже говорил, в современной правой философии один год – это целая эпоха. В России время течет существенно медленнее. Оглядываясь назад на весь исторический период, начиная с ранних девяностых, заканчивая аннексией Крыма, я не могу вспомнить ни одного яркого русского или даже россиянского интеллектуала, который бы мне запомнился. Может быть, я не прав, может быть, я просто кого-то не заметил. И нужно сказать, что после крымских событий положение вещей существенно улучшилось. Они вдохновили многих. Вы когда-нибудь слышали, чтобы, например, вот этот человек сказал бы что-то умное? Или вот этот человек? Пи-пи-пу-пу, русские плохие. Пи-пи-пу-пу, помогать Донбассу плохо. Пи-пи-пу-пу, хорошие вещи на самом деле плохие. Помните, как вы были вдохновлены, когда Влэд Кремлин сказал «Э, бляд, сортир мочить, Украина наш друг». Когда-нибудь мы все-таки, наконец, перевернем эту провербальную страницу в истории нашей страны и оставим всех этих людей в прошлом. Можно предположить, что тяжелые времена повлекут за собой какую-то социальную эволюцию. Точно так же, как, например, страна, которая часто участвует в танковых баталиях, со временем набирается опыта и учится строить лучшие танки. Может быть, тяжелые времена позволят нам лучше понять, как работает мир, сделают нас умнее, нашу культуру сильнее. Пока этого не произошло. Но еще не поздно учиться на ошибках. Часть первая. Интеллект и гены. Из современных правых диссидентов, журналист Стив Сейлер является, пожалуй, самым нормальным и неэксцентричным. С этим утверждением не согласны либералы. Rational Wiki, кто не в курсе, это такая онлайн-энциклопедия, что-то вроде Википедии, но только с очень сильным неолиберальным уклоном. Так вот, Rational Wiki говорит о Сейлере вот так. Стив Сейлер, расист, мизогенист, сторонник идеи о превосходстве белых, антисемитц, исламофоб, классист, эйблист, я даже не знаю, как это перевести, трансфоб, трансмизогенист, ксенофоб, псевдоученый и дебил, крестный отец, основанный на псевдонауке ненависти в интернете. Господи, боже мой, это не человек, а механизированный Гитлер какой-то. Стоп, трансфоб и трансмизогенист. Что такое трансмизогенист? Трансмизогения – это термин, придуманный Джулией Сирану, бла-бла-бла-бла-бла. Он описывает интерсекциональное угнетение посредством трансфобии и мизогении. А, иными словами, это когда ты ненавидишь кого-то за то, что он одновременно и женщина, и трансвестиц. Интересно, что Сейлер довольно старый человек, он родился в 58-м году. Это редкость, потому что большинство альтернативно правых являются сравнительно молодыми. Это Gen Z, Millennial и Gen X. В западных странах обсуждение биологических различий между индивидами и особенно между разными этносами и расами – это социальное табу. Иногда даже более, чем социальное. Я думаю, все понимают, о чем я говорю. В некоторых европейских странах и в России, если вы будете слишком уж активно обсуждать определенные вещи, вас могут наказать и даже посадить в тюрьму. Для сравнения, американская свобода слова вполне реальна и в тюрьму вас там не посадят. Но на вас станут косо смотреть, вас могут уволить с работы, вы станете социальным изгоем. Это огромная проблема. Белые люди и восточные азиаты представляют из себя очень качественный человеческий капитал. Но большая часть этих этносов обладают критически низкой рождаемостью. В то время как африканцы, выходцы из Ближнего Востока, Латинской Америки, Средней Азии, Южной Азии, наоборот, обладают очень низким человеческим капиталом и являются более-менее бесполезными в высокотехнологичной экономике. Но зато они размножаются как кролики и в больших количествах мигрируют в белые страны. В Средиземноморье государства Европы стоят перед эпохальным выбором, пишет Селлер. Смогут ли они сменить курс и предотвратить наводнение Европы, находящимся в состоянии демографического взрыва африканским населением, что неизбежно превратит Флоренцию Фергюсон и Барселону Балтимор? Один способ говорить про что-то, о чем говорить запрещено, это делать это, используя язык эфемизмов. Если вы читаете правые или околоправые блоги, то вы, возможно, уже встречали аббревиатуру HBD или Human Biodiversity. HBD – это просто такой хитрый способ говорить «генетика» или «генетические различия между этническими группами». Популяризация этого понятия является основным вкладом Стива Селлера в современную правую философию. Несмотря на истерические визги со стороны либералов, по сравнению с Альтрайтом и неореакционерами, взгляды Селлера являются вполне умеренными. В этом заключается его роль в правой экосистеме. Забегая вперед, я скажу, что его читают люди, которые еще не созрели или просто не хотят. Читать Ричарда Спенсера, который, возможно, слишком радикален, Молдбага, который слишком абстрактный, или Николэнда, который слишком эзотерический. Для многих Селлер – это первый шаг. Часть вторая. Молдбаг. Неореакция. Молдбаг – это черный отец современной правой философии. В том смысле, что он создал ее случайно и потом ушел. Настоящее имя – Куртис Ярвин. Он – сверхинтеллектуальный нерд-задрот, блогер и акционер, программист из Силиконовой долины. В наши дни в том, что человек из IT-сферы является правым радикалом, нет ничего странного. Половина известных мне правых в России, в Европе и в Америке были так или иначе связаны с компьютерами и программным обеспечением. Но Молдбаг Ярвин был одним из первых. Он написал свои ключевые тексты в ранние годы администрации Убамы, предвосхитив таким образом тренд. Америка обладает богатой, но по большей части неизвестной историей ультраправых движений, неизвестной в том числе и самим американцам. Перестрелки, ограбление инкассаторов, убийство журналистов, религиозные культы, литература, издательство, музыки про белое превосходство, кодовые слова и символы, террористические атаки и расистские компьютерные игры. Серьезно, существует шутер под названием Ethnic Cleansing, где протагонист в конце убивает босса Ариэля Шарона, который называет его белой свиньей. Но за исключением этого шутера, большая часть праворадикальной активности пришлась на 60-е, 70-е и ранние 80-е. Несмотря на агрессивную позу, можно с безопасностью говорить, что у правых радикалов той эпохи оказать какое-либо влияние на американскую культуру не получилось. Их стратегия, основанная на вульгарности, насилии и терроризме, оказалась контрпродуктивной. Вы, наверное, слышали, что такое 1488, но это, наверное, единственный культурный артефакт прошедшей эпохи, о котором вообще кто-то знает. Но еще есть День веревки из книги Уильяма Пирса. Но единственной вещью, более бесполезной, чем правое насилие, оказалось отсутствие правого насилия. Республиканская партия, GOP, это партия максимальной многоходовочки. Не все мусульмане террористы, но большинство террористов мусульмане, писал Ярвин. Похожим образом, не все консерваторы кретины, но большая часть кретинов – консерваторы. Иными словами, у республиканской партии есть та же проблема, которая есть у всех российских партий. Это проблема отсутствия интеллектуалов. Расклад такой. Вот белый человек. Его зовут… Какие там есть типичные белые имена? Его зовут Чад. Чад и его друзья представляют из себя более 80% населения. А вот это Тайрон. Тайрон и его братья являются значительно менее многочисленными и представляют из себя всего 15% населения Соединенных Штатов. В демократиях люди часто голосуют согласно этническим линиям. Республиканцы – это партия Чадов. Демократы – это партия Тайронов и нескольких Чадов-предателей. Если смотреть на все это со стороны, то можно прийти к очевидному выводу, что у партии белых есть огромное преимущество. Конечно же, их власть не абсолютно со временем, республиканцы понаделают ошибок, проведут непопулярную реформу и власть в стране на время достанется демократам. Но демографические и электоральные реалии подсказывают, что победы демократов являются чем-то промежуточным и власть в стране принадлежит и будет принадлежать Чаду вплоть до тепловой смерти Вселенной. Так можно было смотреть на вещи в 70-х или 80-х. Сейчас, почти полвека спустя, мы можем уверенно говорить, что-то пошло трагически не так. Речь идет о вышеупомянутой республиканской проблеме отсутствия интеллектуалов. Для сравнения, демократы – это с одной стороны партии этнических меньшинств с IQ ниже 90, которые в лучшем случае будут бесполезны, в худшем – социальные и экономические обременительные. Но демократы – это кроме того еще и партии интеллигенции, артистов, поп-звезд и университетских профессоров. Демократам удалось сосредоточить в своих рядах самый плохой и самый хороший человеческий капитал в Америке. Противостоящая им GOP – это тупая партия, и они всегда были тупой партией. Это не значит, что республиканцы какие-то особенно аморальные люди, или что все их идеи являются плохими. Но каждый раз, когда представитель этой партии открывает свой рот, мы слышим знакомое «пи-пи-пупу». GOP считаются правой партией, но в действительности своей комбинации из антиинтеллектуализма, антинационализма и бессмысленных реверансов в сторону социального консерватизма она больше напоминает американскую версию «Единой России». Из-за интеллектуального превосходства демократов Американская культура уже на протяжении многих десятков лет медленно дрейфовала налево. Этот процесс практически незаметен с точки зрения индивида, но он проходит стремительно быстро с точки зрения истории. Если вы при помощи машины времени похитите среднего американца из Соединенных Штатов образца 70-го года и переместите его в Америку года 2017-го, то у него случится культурный шок и истерика. Что произошло с нами? Неужели русские победили в Холодной войне? Откуда в моей стране столько коммунистов? Молдбаг просит своих читателей взглянуть на Америку, как будто это коммунистическая страна. Для американцев это звучит не так уж и дико, потому что какое-то время назад среди местных политиков и активистов было приемлемо обзывать друг друга гоммунистами. Но для русских идея, что Америка – это на самом деле коммунистическая страна, покажется шизоидной и несерьезной. О чем вообще здесь может идти речь? Мы ведь сами не так давно жили в гоммунистической стране. Мы знаем, что между гоммунизмом и американским неолиберализмом существует миллион различий. Но можно предложить ряд аргументов, которые, я надеюсь, позволят вам взглянуть на Америку иначе. Какие дезадаптивные черты можно выделить у гоммунистов? Их множество. Например, Лосенковщина – кампания по преследованию ученых, чьи взгляды оказались неугодными режиму. Гоммунисты отрицали существование генетики, называя ее «вейсманизмом-организмом» – реакционной буржуазной лженаукой. Существует точка зрения, что все самое тупое и криминальное в СССР было сосредоточено в ранних годах его существования, и что со временем Союз в целом становился менее и менее идиотским. В этом наблюдении есть доля правды. Но Лосенковщина и вся эта история с мичуринской агробиологией, она началась в 30-х годах и продолжалась аж до середины 60-х. Критика вейсманизмом-организма входила в школьную программу вплоть до 1965 года. Но то Советы. Американцы, с другой стороны, известны своими технологическими инновациями. В Соединенных Штатах не может произойти ничего настолько же идиотского и антинаучного, верно ведь? И действительно, зараженная левой культурой Америка своего научно-технологического ноу-хау не утратила. Это хорошо для американцев, не так ли? Но есть и плохая новость. Причина, почему этого не произошло, заключается в том, что у американцев гораздо лучше получается делать гоммунизм, чем у русских. Коммунизм, он такой же американский, как яблочный пирог, пишет Молдбаг. Что еще любят делать гоммунисты? Они любят переписывать историю. Русский человек заменяется советским. Преступления и многочисленные примеры, вызывающие некомпетентности, заметаются под ковер. Американская версия этого феномена еще более трагична. Основатели Соединенных Штатов создали страну для белых людей, а белыми, в их интерпретации, были только северо-западные европейцы. У других европейских этносов есть примеси неблагородной крови. Прошли десятилетия, а потом столетия. Американская культура дрейфовала налево. Идеи основателей были обдуманы и переосмыслены, а потом снова переосмыслены. В Америке образца 2017 года фраза «Страна для белых людей» звучит, как будто это радикальный неонацистский лозунг, социальное табу. Америка отцов-основателей оказалась стерта из истории. Соединенные Штаты – это страна для всех, для негров, для латиносов, для кого угодно. И такой она была задумана с самого начала. Молдбаг обращает наше внимание на схожесть между прогрессивной культурой Америки и организованной религией. Церковь, пишет он, это организация или движение, которое объясняет людям, как правильно думать. Собор, The Cathedral, это ключевая концепция в доктрине неореакции. Неореакция, или НРХ, как ее часто сокращают, это такое политическое, философское движение, вдохновленное Ярвином. Собор не существует физически. Собор – это автономная культура, которая с религиозной фанатичностью распространяет левые убеждения. У собора могут быть лидеры и органы, но структура может вполне нормально существовать и без них. Внутри движения НРХ делятся на три течения. Первое из них – это анархокапиталисты и правые либертарианцы. Сам Куртис Ярвин придерживался похожих убеждений. Питер Тиль, американский бизнесмен, один из основателей PayPal, и первый внешний инвестор Facebook, однажды высказал точку зрения, что он больше не верит в то, что свобода и демократия совместимы. Это типичный анархокапиталистический НРХ, хотя Тиль, скорее всего, вдохновлялся не Ярвином, а немецким экономистом Хансом Херманом Хопе, который в 2001 году выпустил популярную среди него реакционеров книгу «Демократия. Поверженный Бог». Экономика и политика монархии, демократии и естественного порядка. Второе течение в НРХ – это консервативные католики-традиционалисты, а также значительное количество протестантов и даже православных. Может быть, это покажется странным, но многие неореакционеры критически относятся к протестантам, а православных, наоборот, любят за их консервативность. Держите в голове, что православная эстетика до недавнего времени была не очень хорошо известна на Западе. Для них это все еще что-то экзотическое и свежее. Третье течение – это этно-националисты. Америка и Россия очень похожи в этом. Обе страны имеют историю безуспешных националистических движений различной степени радикализации, которые в конечном итоге ни к чему не привели. Многие националисты начали баловаться с идеями НРХ, и в конечном итоге эта часть неореакции выросла в собственное движение, многократно превосходящее ее по размеру. Речь идет об Альтрайте. Интересно, что НРХ является довольно русофильской средой. Российская империя фетишизируется всеми, кроме анархокапиталистов. Католикам, традиционалистам нравится монархический строй, религиозность и так далее, духовность, в то время как националистам нравится ее антилевая позиция. Неоднородность движения может показаться странной. НРХ выглядит, как будто это состоящая из разных классов партия в РПГ. Как все эти люди друг с другом не передрались? Ну, во-первых, НРХ никогда не являлся массовым движением. Наоборот, это было что-то типа эксклюзивного клуба для политизированных нердов. Средний коэффициент интеллекта среди неореакционеров должно быть был довольно высоким. А умные люди даже с мало совместимыми друг с другом идеологиями, серьезные анархокапиталисты и религиозные фанантики под одной крышей, умные люди в целом способны найти общий язык, особенно когда у них есть общие цели. И, во-вторых, НРХ вообще-то просуществовал совсем недолго. Преждевременной смерти движения виноват человек по имени Майк Анисимов. Анисимов – американец русского происхождения. Его предки бежали от большевиков через Китай в Америку. Его родители, оба этнические русские, родились в Штатах. Майк на 100% полностью генетический русский, который, тем не менее, не имеет никакой связи с русской культурой. Он был одним из лидеров НРХ. Анисимов настаивал, что у хаотичного интернет-движения из российских блогеров может быть лидером. Он написал две книги, точнее, одну короткую брошюру «Гид для неореакционеров» и одну книгу про преимущества монархии и частного правительства. Анисимов – очень умный человек, но, к несчастью, кроме того, он еще дисфункциональный и поврежденный человек, с редкой способностью говорить неправильные вещи в неправильное время и буквально из ничего создавать конфликты с коллегами. Самопровозглашенный лидер НРХ делал неуклюжие попытки флиртовать с либертарианской блогершей Джулией Боровской. Джулии это пришлось не по душе, и она начала его довольно недвусмысленно отвергать, что совершенно психологически разрушило Майка. «Я хочу ласкаться и играть в Соника 3 прямо сейчас», писал Анисимов. Когда коллега-реакционер заметил, что это не соответствует их представлениям о том, как должен вести себя лидер движения, Майк впал в истерику, грозился купить пистолет, найти, где живет его критик в реальной жизни и пристрелить его. Это был лучший и последний день в истории неореакции. Давным-давно, когда я еще учился в школе, на уроке москвоведения учительница объяснила нам, что некоторые московские реки из-за активного строительства и расширения города теперь существуют только в канализации. Что-то похожее произошло и с НРХ. После всех скандалов многие правые интеллектуалы отвернулись от этого бренда и теперь НРХ существует в провербиальной канализации интернета, в каких-то приватных мейлинг-листах, в давно уже всеми забытых блогах, в горстке невидимых аккаунтов на социальных медиа, которые из-за неумолимого глумления были вынуждены заблокировать большую часть своей потенциальной аудитории. Во время американской предвыборной гонки в прошлом году левые журналисты завели привычку использовать слово неореакция в качестве ругательства направленного против сторонников Дональда Трампа. На этом графике вы можете увидеть, что движение на самом деле умерло где-то в 2015 году, но потом еще на протяжении целого года либералы использовали его реанимированный труп в качестве огородного пугала. Часть третья Ник Лэнд и техноакселерационизм Английский философ Ник Лэнд иногда считается частью неореакции, точнее, частью ее анархокапиталистического ответвления. Лэнд акселерационист Правый акселерационизм это такая идея, согласно которой процессы капитализма должны быть бесконечно ускорены и интенсифицированы для достижения технологической сингулярности. Лэнд один из тех людей, о которых говорят, что они известны в узких кругах. Внутри правого авангарда его знают все, вне его никто. У Лэнда очень колоритная биография. Академик читал лекции по континентальной философии в одном из британских университетов. Это было в конце 80-х и 90-х. Тогда он обладал вполне нормальными для представителя Западной Академии левыми марксоидными взглядами. Википедия утверждает, что его преподавательская деятельность того периода включала в себя элементы философской теории, перемешанной с фантастикой, наукой, поэзией и перформанс-артом. Звучит как полная ахинея. Но ранний Лэнд имеет очень мало общего с современным Лэндом. Что-то сломалось в его мозгу. Злые языки пустили слух, что от стресса на работе он сошел с ума. Полукоммунистические убеждения Лэнда изменились на свою полную противоположность. Он покинул свой университет, отрекся от всех ранних работ и уехал перманентно жить в Китай. Философия Лэнда сложна и абстрактна, особенно когда ее объясняет сам автор. Часть его современных трудов в существенной степени опирается на работу Молдбага, но Лэнд существенно отличается от него своим выразительным, но запутанным стилем письма. Например, Молдбаговский собор Лэнд иногда называет атеоэкуменической экклезиократией. На русском о Лэнде практически не говорят. Запрос поисковик показывает страничку с переведенным эссе о Лэнде, несколько переведенных постов из его блога, а также компанию из Казахстана, которая почему-то называется Ник Лэнд и занимается продажей оборудования для охлаждения воздуха. Я сделаю попытку растолковать основные принципы и логику лэндианской философии своими словами. Держите это в голове, потому что если вы будете читать о Лэнде в англоязычных источниках, то они могут использовать несколько другую терминологию. Человеческие общества находятся в перманентном состоянии дарвинистического противостояния друг с другом. Это противостояние, это дух конкуренции и соперничества, в мире ограничено. Человек территориальное существо. Дух соперничества является чем-то вроде закона природы. Это сила, которая существует вне мира людей. Дарвинистическое соперничество между странами существует вне зависимости от их отношений к нему, вне зависимости от того, согласны они на него или нет, вне зависимости от того, верят ли они в него или нет. Конкуренция между странами была многократно ускорена начавшейся в 18 веке в Британии промышленной революцией. Индустриализация и взрывной рост человеческого капитала из-за инноваций в медицине привели к ускоренному экономическому росту. До промышленной революции об экономическом росте можно было говорить только лишь в контексте десятилетий или даже столетий. После нее экономика заметно росла каждый год. Экономическая активность в стране приводит к росту ВВП, который в свою очередь напрямую связан с политическим могуществом. Государства с большими экономиками обладают большей властью над миром, чем государства с маленькими экономиками. Это самоочевидно. Лэнд в своей философии делает еще один шаг направо. Да, экономический рост ведет к росту ВВП, что делает страну сильнее политически. Но что делает возможным экономический рост? Современные правые предлагают свой ответ на этот вопрос. Человеческий капитал или иными словами качество и количество населяющих страну людей. Но что же определяет качество населяющих страну людей? Может быть это какая-то социальная система, образование или что-то подобное? Левые и центристы часто преувеличивают значение этих вещей. На самом деле самый важный компонент в человеческом капитале это коэффициент интеллекта, который в существенной степени зависит от генов. Некоторые люди просто не родились, чтобы стать ракетостроителями. Из-за реальности генетики и человеческого капитала только относительно скромное число наций может рассчитывать на какой-то успех в высокотехнологичной экономической системе. Обитатели Зимбабве, Египта или Сербии никогда не смогут создать высокотехнологичную экономику. Большая часть населяющих планету этносов обречены на бедность, научную и культурную некомпетентность. Человеческая раса это социальный конструкт, любит повторять Лэнд. Конечно же, страна может сделать выбор не участвовать в дарвинистическом противостоянии и не заниматься оптимизацией экономики, но поскольку противостояние существует вне зависимости от наших желаний, это приведет только лишь к тому, что соседи и соперники этой страны получат от ней политическое преимущество. Со временем от нее отвернутся даже дерьмовые страны-сателлиты, у которых у самих сильной культуры и экономики никогда не было. Лэнд идет дальше. Дарвинистическое противостояние между обществами неизбежно приведет к созданию искусственного интеллекта. Если AI реалистично может быть изобретен, то он будет изобретен. Нация или организация, которая сделает это первый, получит гигантское преимущество над своими соперниками. Экономически эффект от AI будет как новая промышленная революция. Мы не знаем, где впервые появится искусственный интеллект. Это может быть государственный исследовательский институт, военная инициатива или корпорация вроде Alphabet, это люди, которым принадлежит Google, или даже Facebook. Психология сверхразума это не очень хорошо развитая область исследований. Может быть, людям удастся запрограммировать AI таким образом, чтобы он помогал нам. Может быть, нам удастся заключить с ним пакт. Ник Лэнд напоминает, когда-то, давным-давно, больше 10 тысяч лет назад, одно существо уже заключило пакт со сверхразумом. Этим существом была собака, а сверхразумом был человек. Для собаки эта история в целом закончилась благополучно. Теперь у нее есть даже свой собственный аккаунт в Твиттере. С другой стороны, если подружиться с искусственным интеллектом нам не удастся, ну, в таком случае я хочу, чтобы это видео было свидетельством, что я, Кирилл Нестеров, всегда был глубоко лоялен нашему механическому повелителю. Как вы думаете, является ли это формой расизма, если я буду называть искусственный интеллект машиной? Это звучит, как такая вещь, на которую можно обидеться. Часть 4. Альт-райт. Прежде чем мы начнем говорить о том, что такое Альт-райт, нужно быстро сказать, чем Альт-райт не является. Альт-райт это не советник президента Стив Бэннон. Альт-райт это не консервативный новостной сайт Брейдбарт, на котором Бэннон работал редактором. Альт-райт это не Алекс Джонс и его теории заговора, хотя, если честно, во многом это было бы апгрейдом. Альт-райт это не движение YouTube-скептиков. Альт-райт это не Кикистан, хотя сам Пепе вполне правильно ассоциирован с Альт-райтом. Вы знаете, теперь, когда рынок Пепе обрушился и моя коллекция больше ничего не стоит, я начну использовать редких Пепе для украшения оставшейся части этого видео. Альт-райт это молодое движение белых националистов и своеобразный преемник неореакции. 100% всех альтернативно правых являются расистами, хотя не обязательно в каком-то воинственном смысле этого слова. На одном левом блоге я прочел, что этот феномен называется расист-джентельмен. Как минимум 90% альт-правых являются антисемитами. Среди молодых радикалов Америки по сравнению с Россией антисемитизм вообще заметно более распространен. Я думаю, многие знакомы с самым популярным мемом Альт-райта, который получил распространение за пределами движения. Это три скобки или эхо. По словам популяризаторов мема, это критика исторического поведения евреев и еврейской культуры в целом, символизирующая тот факт, что их имена обладают эхом, которое можно услышать через всю историю. Вот так. Немного мелодраматично. В отличие от НРХ, Альт-райт это популярное движение. Не потому, что в него входит много людей, а в том смысле, что идеи альтернативно правых больше оптимизированы для широкого потребления. Вот интересная тактическая проблема. Что лучше? Движение для интеллектуалов и аутистов, которое пусть небольшое по размеру, но зато в нем много умных людей? Или ар-селекция? Массовое движение националистов, в котором средний человек пусть не слишком хорош, но их численность существенно выше. Элитные аутисты придумают новые термины, создадут философию, идеологию, напишут книги. В то время, как убеждения белых националистов будут в целом попроще, но зато их численность позволит заниматься политическим активизмом за пределами интернета. По всей стране у них есть клубы, многие из этих людей знают друг друга в реальной жизни, организуют встречи, как в социальных целях, так и в политических. Таким образом, внутри движения создается антихрупкая культура. Какой из этих двух подходов лучше? Я понятия не имею. Конечно, в идеале вы хотите делать и то, и другое одновременно. Внутри Альтрайда существует два параллельных течения, оба из которых пытаются толкнуть общество приблизительно в одну и ту же сторону, но различаются методами и, скажем так, сложностью своих убеждений. Первая группа это люди попроще, ультраправые радикалы и неонацисты, напоминающие о провальных организациях-прототипах из 70-х и 80-х. Это прозвучит как шутка, но на самом деле многие из этих людей обладают еще более радикальными убеждениями, чем сам Гитлер. Популярный веб-сайт dailystormer.com, который ведет американец Эндрю Энглин. Daily Stormer это интересное явление. Это такой новостной сайт для супер-расистов. То есть реально это новостной сайт с десятками новых записей каждый день, большая часть из которых являются перепечатками из в кавычках настоящей прессы с коротким комментарием самого Энглина. Среди всех альтернативно-правых сайтов Stormer является самым популярным. Кто бы мог подумать, что CNN для нацистов это востребованный продукт. Вторая группа внутри Альтрайта это идентаристы. Кажется, так это будет по-русски. По-английски эти люди называются идентитарианс, что на русском выговорить почти невозможно. Идентаристы не очень жалуют нацистов. В конце концов, исторические нацисты убивали в основном других европейцев, а потом просрали все полимеры. Но тем не менее, с аудиторией Daily Stormer они вполне нормально сотрудничают. У альтправых есть интересное ноу-хау, которое называется Don't Punch Right. Не атакуйте людей справа от вас за их политические убеждения. Конечно, эту позицию очень легко критиковать. А что будет, если вы соберетесь на какое-нибудь альтрайт-шествие, а половина ваших рядов придет на него с нацистскими флагами? Альтрайт это радикальное, но все-таки популярное движение, а свастика это плохая оптика. Но, если честно, мне больше по душе именно вот такой вот договор, о ненападении. По сравнению с правой культурой у нас в России, которая более токсична, и где люди постоянно атакуют друг друга в основном из-за идиотских незначительных вещей. Четкой иерархии и организации у альтправого движения пока нет. В конце концов, мы живем в эпоху интернета, мгновенных коммуникаций, блогов и социальных сетей. Современные движения могут позволить себе быть более хаотичными. Одним из более значительных людей в движении является американец Ричард Спенсер. Вот некоторые его цитаты. Иммиграция это косвенная война и может быть последний бой для белых американцев, которые подходят к болезненному осознанию, что если немедленно не будут приняты меры, то их внуки будут жить во враждебной и чужой стране. Когда я думаю про иммиграцию и миграцию, мне совершенно неинтересно заполнил ли мигрант какой-то там документ и прошел ли он миграционный экзамен или нет. Я против миграции африканца, который терпеливо дожидается своей очереди и искренне хочет стать американцем. В то же время я с радостью приму тысячи шведов на лодках, если их выбросить на наши берега. Наша мечта это новое общество, этногосударство, которое могло бы стать точкой сбора для всех европейцев. Это будет новая страна, основанная на совсем других идеалах по сравнению с Декларацией независимости. Вообще-то, Спенсер придумал термин Альтрайт еще в 2008 году, но тогда никакого движения еще не было, и у этого слова было другое значение. Альтрайт в современном смысле появился во второй половине 2015 года. Ричарду Спенсеру 39 лет. Он не слишком молодой и не слишком старый, его голова все еще не забита полной чепухой, как случается со старыми людьми, и его идеи все еще не успели устареть. Американец из обеспеченной семьи Спенсер умен и получил отличное образование. Об Америке он часто говорит скептически, Европу любят вплоть до фетишизма, русских тоже любят. Когда речь заходит о Второй мировой войне, Спенсер симпатизирует одновременно и советам, и немцам, но не американцам. Всего 10 лет назад такая позиция показалась бы Шиза сумасшедшей, но сейчас очень легко найти радикализованных правых американцев, которые ненавидят то, во что превратилась Америка даже больше, чем обосранные россиянские либералы ненавидят Россию. Спенсер женат на Нине Куприяновой, грузино-русском гибриде из Канады, которая занимается политической аналитикой и переводами Дугина. Мне нужно кое-что объяснить. Как я уже говорил раньше, в мире существует не так уж и много сильных правых интеллектуалов. В истории существует не так уж и много сильных правых интеллектуалов. Поэтому, когда речь заходит о любимых философах Альтрайта, возникает неловкость. Альтернативно правые читают Ницше, Эволу, Хайдегера и даже в некоторых случаях Дугина. Я не хочу создать ложное впечатление, как будто Дугин популярный в этих кругах человек, но его имя встречается достаточно часто, чтобы меня разозлить. Я не знаю, существует ли для этого какой-то академический термин или нет, но я называю эту школу мысли «поздняя континентальная философия». Это такой жанр философии, когда толстый человек рассказывает тебе о своих чувствах. Что объединяет этих философов? Все они выходцы из стран, которые когда-то участвовали в той самой лэндианской дарвинистической борьбе. Все они проиграли. Более сильные нации, то есть страны англосферы, создали современный мир, победили в войнах, совершили большинство научных открытий. Победители и проигравшие произвели на свет разных философов, в то время как в англосфере Молдбак и Лэнд делают попытки лучше понять, как работает мир и как работают люди, их континентальные коллеги сочиняют оправдания и рационализации, почему их паршивые страны оказались на обочине истории. Что ты говоришь, Эвола? Современные рыночные отношения это так же плохо, как марксизм? Построить самую сильную империю в истории человечества и экономически и политически подчинить себе весь мир это на самом деле плохо? Подожди, ты серьезно? Пи-пи-пу-пу. Философия похожа на технологию в том смысле, что она может устареть. Существовали греческие философы, которые посвятили свою жизнь изучению природы счастья. Но в году 2017 вы можете узнать о предмете гораздо больше, прочитав страничку в энциклопедии. Монографии о том, что думали о счастье педо-греки, наоборот, скорее запутают вас. Некоторые мыслители просто устарели. Но все-таки довольно очевидно, почему правым радикалам нравятся Ницше, Хайдегер и Эвола. В конце концов, эти люди представляют из себя европейскую традицию и эстетику, которая напоминает о лучших временах. Временах, когда ощутимая часть населения твоей страны еще не состояла из северных африканцев, арабов и мексиканцев. Но что здесь делает Дугин? Для начала, Дугин отрицает биологические различия между этносами. Они являются, по мнению Дугина, выдумкой нацистов. Признание биологических различий – это ключевая идея любых современных правых, от Стива Сейлера до Яровина, Ленда и Ричарда Спенсера, отрицать их существование для современного философа – это просто несерьезно. Каждый раз, когда я читаю что-то написанное Дугином, это новая самая тупая вещь, которую я когда-либо читал. Странно, что люди, которые протестуют колонизацией белых стран населением из третьего мира, дают трибуну человеку, который поддерживает активную и реальную колонизацию России ордами из Центральной Азии. Разница в IQ между этносами и индивидами, этногосударства, американская идея солидарности между белыми из всех стран. Многие идеи альтернативно правых являются довольно интересными. Так почему же у них такой дурной вкус в философии? Потому что это очень молодое движение, которое все еще находится в поиске легитимности и признания. У всех настоящих движений есть свои интеллектуалы и философы, значит, у нас тоже они должны быть. В настоящий момент ни одно из альтернативно правых движений не является политически релевантным. Существуют альтрайт-сайты с миллионами посещений в месяц, подкасты с десятками тысяч слушателей. Иными словами, они сопоставимы с настоящими медиа. Но с другой стороны, неолиберальный флагман вроде Vox.com собирает больше трафика, чем все альтернативно правые сайты вместе взятые. В настоящий момент движения, основанные на новой правой философии, все еще находятся в стадии формирования. У них точно есть идеи, но непонятно, есть ли у них будущее. Я хочу повторить, что в современной правой философии один год это как десять. Всего шесть лет назад никакой неореакции никакого альтрайта еще не существовало. Что будет еще через шесть лет? На этом все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok